Продолжение следует... Поэтому я решил сделать к докладу небольшую подводку и сказать несколько слов об обозначениях пути или дороги в индоевропейских языках вообще, потом постепенно сузить фокус до славянских обозначений дороги-тропы и после этого, собственно, уже перейти к материалу статьи. Соответственно, начать я бы хотел со слова «путь», с того слова, корень которого мы имеем в нашем слове «путь» в русском языке. Вообще это слово в индоевропейских языках очень широко распространено. Оно есть практически во всех, если не во всех ветвях индоевропейских языков. И оно особенно значимо для индоевропейстов сразу в ряде моментов. Тут, собственно, перечислены далеко не все рефлексы. Оно есть и в армянском языке, и в некоторых других ветвях, которые тут не представлены. Вначале я даю реконструкцию, затем идут индоиранские рефлексы. Почему это слово для индоевропейстов очень важно? Потому что оно служит демонстрации наиболее ярким подтверждением ларингальной теории. Потому что один из эффектов, который дают ларингалы, который записывается вот таким значком, это наведение придыхания на соседний согласный. И как раз в ивестийском языке, в рамках словоизменительной парадигмы, то есть мы видим, что в прямых падежах ларингал не соприкасается с согласным финальным корня и, соответственно, не окрашивает, соответственно, не наводит на него придыхание, а в косвенном падеже, вот в родительном, например, соприкасается, и мы получаем придыхательный согласный. Поэтому индоевропейсты это слово очень любят. И вот такой великий санскритолог и индоевропейст Майер Хофер, собственно, любит говорить о том, что был убежден в том, что ларингальная теория верна, именно посмотрев на парадигму, вот, а вестийского, словоизменительную парадигму а вестийского слова «путь». Далее, что еще интересного можно сказать про это слово, то, что мы имеем его в германских языках, но оно не выводится регулярно из проиндоевропейского, потому что мы не видим здесь ожидаемого передвижения согласных германского, прагерманского, и поэтому приходится постулировать такую необычную вещь, как заимствование из другой языковой ветви из проиндоиранской. Ну, это звучит очень экзотично, может быть, но, к сожалению, другого решения для этой проблемы я не знаю и не встречал. То есть практически все пишут про это. А законоверным соответствием был бы корень, который мы находим в глаголе «искать» в английском «find» и в современном литературном немецком «find». Далее идет, собственно, балтославянское слово «pantis», которое дает, в частности, прославянское путь. В балтийских языках только в вымершем древнепрусском сохранился рефлекс. Далее идет древнегреческий. И в классических языках есть некоторые семантические сдвиги. Например, в древнегреческом слово «pontos» означает «море», «pontifxin» — «черное море». Другое слово с нулевой ступенью «patos» уже ближе к исходному значению. А в латинском сдвиг произошел в другом направлении. Здесь «pons pontis» означает «мост». И здесь я решил отвлечься немножко в связи с этим на побочный сюжет. Но это очень короткое будет отступление. А именно в латинском языке мы все знаем слово «pontifex» — «pontific». И, конечно, самими носителями латинского языка, самими римлянами, это слово, несомненно, анализировалось как «мостостроитель», да, некоторый создатель моста. К сожалению, вот в русском словам «мостостроители» и «путепрокладчик» такими технически инженерными отдают ассоциациями. Но что здесь интересно, что у этого композита, создатель моста, есть прямая параллель, ну не совсем прямая, но некоторая параллель в санскритском слове «badhi-krit». Здесь другая ступень облаута в первом элементе, и другой корень используется в качестве второго элемента. Но, тем не менее, семантически вторые элементы полностью дождественны, то есть как в латинском «faccio», наряду, возможно, с «ago» — это один из основных двух глаголов для обозначения с значением «делать». И ровно в санскрите, также в санскрите глагол «kri», корень «kar», он основной глагол с значением «делать». Соответственно, в санскрите, в ведическом санскрите, это распространенный эпитет, в частности, это эпитет богов. Он может быть эпитетом Индры, Агни, но также он бывает эпитетом Риши. И в санскрите это очевидным образом какие-то создатели путей, очевидно имеются в виду контакты с богами. Таким образом, вполне возможно, несмотря на отличное оформление несколько, что подобный композит, точный его вид, наверное, установить невозможно, но какой-то подобный композит существовал в проиндоевропейском языке именно со значением «создатель путей» имелись в виду пути, какие-то каналы связи с богами. И позднее уже римлянами он был переинтерпретирован как в духе изменившегося значения первого элемента, как вот некий творец мостов, возможно, с новыми ассоциациями какими-то. Возвращаясь к обозначениям «ути» в индоевропейском, стоит еще назвать корень «стейк», «стойк», «стик», который мы имеем в древнегреческих словах соответствующих, хотя здесь значение тропы уже периферийное, мы знаем, что «стойкос», «стихос» могут обозначать такие понятия, как «элементы», «стих», «ряд». Тем не менее, они происходят от глагола «стейкос», который значит «идти», и значение «ути» и «дороги», конечно, является первичным. Далее мы видим этот корень в германских языках, в современном литературном немецком мы знаем глагол «штайген», «взбираться» с несколько, опять же, отклонившимся значением, и есть существительное «штайге», которое значит, в частности, тропу. Видим мы слово «стигр» в древнесеверном языке, в древнескандинавском, и он также связан с соответствующим глаголом «стига». И, конечно, видим мы этот корень и в славянских языках, вот, в частности, нам известны слова «стезя», уменьшительная стёжка от него, и соответствующие глаголы, которые, правда, встречаются в основном с приставками, да, «настигать», «настичь», «настигнуть». Тут перечислены, естественно, далеко не все рефлексы, тут я опустил, опять же, рефлексы из санскрита, хотя любопытно, что в санскрите есть глагол «стигнуть», который морфологически оформлен ровно так же, как вот эта вот славянская «стигнуть». Далее, это скриншоты из словаря Бака об индоевропейских синонимах. Тут представлены слова из основных современных и некоторых древних индоевропейских языков для обозначения дороги и пути. Я не стал добавлять обозначения таких более специфических вещей, как улица и мост. Я думаю, в эту сторону я не буду особо углубляться. На это можно просто посмотреть, что тут интересного есть. Ну вот, в западно-германских языках все-таки приведено слово, в частности, «штрассе», которое в первую очередь для улицы, конечно, используется. Ну, любопытно, что оно происходит из латинского выражения «via strata», то есть мощеная, вымощенная дорога. Далее мы переходим к специально славянским обозначениям дороги и пути, которые уже не представлены или преимущественно не представлены в других ветвях. Это, в частности, прославянское слово «дорго», которое присутствует во всех трех ветвях славянских языков и в восточный, и в западный, и в южный. Поэтому я тут, собственно, даже не приводил дополнительно рефлексов, мы все его хорошо знаем. Далее есть слово «цеста», которое как раз в восточнославянские языки не попало, но известно в западных и в южных. Вот, в частности, в старославянском, в современном сербском, в чешском. Да, я не сказал, что дорога, это дорога ассоциируется, конечно, с глаголом «дергать», да, какой-то вот расчищенный путь. И «цеста» таким же образом связана с глаголом «чистить». Ну, там, правда, есть, надо уточнять, там немножко нетривиальная связь, там «эсмобили» играет определенную роль в начале корня. Но да, «цеста» связана с глаголом «чистить». Это, соответственно, тоже некоторое вычищенное пространство. И третий корень встречается вот в слове «тропа», «тропинка» на современном русском. И этот корень связан с глаголом «трепать», с глаголом «тропить», да, то есть это нечто, не знаю, потрепанное, вытоптанное, да. Ну, и я думаю, пока вот этими тремя словами можно ограничиться, не все присутствуют, к сожалению, в разборе с Сергеем Юрьевичем. Вот, кажется, словам «стежка» и «стезя» он не уделяет внимания, но, может быть, они конкретно в текстах «Пылин» и «Сказок» совсем периферийные, но, тем не менее, они есть. Так, далее я перехожу, собственно, к статье «Движение и дорога в фольклоре». Да, помимо, собственно, обозначений дороги, Сергей Юрьевич тут кое-что вначале говорит о глаголах «движение», я не стал этому специально экскурс посвящать, потому что он был бы… иначе бы он сильно затянулся. Ну, опять же, мне кажется, тут не все возможные перечисленные им варианты, но, вероятно, он такой цели себе и не ставил, да, но вот используются глаголы «ехать», «ездить», «идти» и «производные» от них, соответственно, я тут не все перечислил. Дальше уже говорится о дороге, так как специально полосе для езды, ходьбы, перечисленные слова «дорога-тропа» с производными, «тропка-тропинка» без стези, стежки. Сказано, что путь в былине встречается довольно не так часто, а в сказке скорее фигурирует в связанном виде в составе бинома «путь-дорога». Речь идет о слове «путь» именно. Согласно Далю, путь обозначает способ или средство, образ достижения чего-то, направление. Отсюда широкий спектр метафорических значений. Пути божьи, пути проведения, пути праведников. Далее Сергей Юрьевич приходит к конкретным жанрам. Сперва он говорит об былине, где, как мы помним, дорога и путь играют не такое важное значение, как в сказке. Собственно, куда, в каком направлении происходит поездка богатырская. Она может происходить в чистое поле, в чистое поле, по святым горам, по морю или реке, по улицам города. Ну, третий и четвертый пункты более редкие. Они встречаются преимущественно в новгородских былинах. Как отмечает такая исследовательская щепанская, словосочетание «чистое поле» фиксируется в древнерусских памятниках 12 века. Это формула пустоты, но она заключала в себе и пафос освоения открывшегося пустого пространства героям. Таким образом, сказано, что сама былинная дорога характеризуется не как широкая, а как длинная. Чтобы попасть на дорогу, богатырь вынужден долго ехать полем, редко наоборот. Приводятся соответствующие цитаты, которые я тут опустил. Опять же, указывается на периферийное значение дороги для богатыря. Собственно, иногда богатырь ей вовсе не пользуется, потому что она ему, в общем-то, не особо, видимо, и нужна, как такой версии сверхчеловека, который может, собственно, сам себе дорогу проделать. И с этим связан мотив расчистки и прокладывания пути, мотив нехоженной тропы, которая заросла в результате долгого неиспользования. Вот тут приведены соответствующие цитаты. И важный мотив, который встречается в былинах, но, опять же, в сказках чаще. В былинах это, в первую очередь, былины об Илье Муромце. Это мотив развилки, да, развилки или перекрестка. И, соответственно, выбора дальнейшей судьбы. Но, опять же, в сказках это встречается чаще, собственно, поэтому мы быстро переходим к сказкам. Как указывает автор в русской волшебной сказке, слова «дорога, путь» встречаются более чем в двух третьих обследованного корпуса текстов. Дорога бывает охарактеризована как далекая, при этом она далеко ведущая, а не далеко находящаяся, как в былине, когда богатырь вынужден долго ехать через чисто поле, чтобы попасть на дорогу. И начинается, судя по всему, прямо от дома или за околицы. Опять же, в отличие от былины, сама по себе дорога практически всегда проходима, и обычно на ней нет постоянных препятствий, застав, как в былине. Однако, иногда препятствие возникает в результате постороннего вмешательства злых сил, когда препятствия могут как бы вторично появляться. Есть такая вещь, как запрет сна на дороге, который приводит к дурным последствиям. К этому моменту мы еще вернемся. На дороге в сказке происходит, естественно, испытание героя, однако на дороге же герой получает и помощь от встречного им чудесного персонажа. Как в былине мы видим ту же символику судьбы. Развилку, и иногда даже без надписи, рассказывающей о последствиях выбора. За развилкой дорога для каждого из спутников становится своей. Да, существенный тоже мотив. Вот своя дорога, это, конечно же, речевой стереотип, идти своей дорогой, однако и за ним все же стоит мифологическая символика судьбы жизни определенного человека, предуказанной на перекрестке. Помимо сказок, Сергей Юрьевич пишет еще о несказочной прозе, о былимках, быличках, прошу прощения, наиболее актуальна тема дороги в быличках о лешем. По дороге лешего, а это всякая дорога, тропа в лесу, можно ехать, но на ней нельзя ночевать. Опять же, мы помним о вышеназванном мотиве того, что на дороге нежелательно спать на дороге. Сами лешие стараются не ходить по дорогам, проложенным людьми, у них свои дороги, похожие на звериные тропы. Попав на них, человек теряет ориентацию в пространстве, и это называется попасть в леший след, то есть заблудиться. Заблудившегося человека леший водят. И чтобы выйти из лешего следа, надо проделать ряд манипуляций, реализующих актуальную семантику поворота. Снять одежду, вывернуть и снова надеть, или хотя бы повернуть кепку задом наперед. Собственно, я привел очень мало цитат, но практически все использованные Сергеем Юрьевичем источнике это собрание Миллера в том, что касается Былин, собрание Афанасио в том, что касается сказки. И что касается Быличек, то это собрание Зиновьева и Черепановой по-русскому северу. Опять же, что касается библиографии, я не стал приводить весь пространный список, который есть в конце статьи Сергея Юрьевича. Я выбрал только статьи, специально связанные с темой дороги. Вот они все на экране. Они сказали, что такой патос, не все же и при произнесении нужно спутать это с патосом, что это шар и штропа патос греческий через а. а что море может быть путем. Это можно догадаться, но что патос это то, что в перипатетике содержится, это не сразу догадаешься. Вы упомянули зеленого человека, я не поняла, откуда он взялся. Я знаю зеленого человека в английской и фиологии, а кто-то в славянской я не очень поняла. Уточните, пожалуйста. И последнее, да, но это сложное, наверное, обсуждение, это то, что лешего тропа звериная, но охотник придет за зверем, да, и там он не блуждает. Важно не попасть на тропу лешего. Такое распределение звериных троп и тропы лешего, которая содержит какое-то другое пространство и с которым так просто не любят срочтать. Вот эти у меня, так сказать, на внимание. Спасибо. про патос надо было мне оговориться, что по-русски обе древнегреческие буквы и тау, и тхета передаются одним образом, как т, да, тут, конечно, имеется в виду не патос, который в аристотелевском смысле, патос, который по-русски он зачастую передается как пафос, но это разные сущности. Да, еще любопытно, я не сказал, что для слова тропа практически нет когнатов за пределами славянских языков, но некоторые называют греческое редкое слово атропос с тем же значением, ну, получается такая какая-то изолированная связь, не очень понятно, но она есть. Я хотел спросить, Руслан, но антропос это отрицание тропоса, а тропос это, ну, никак с путем, ну, не знаю, это нрав, да, характер, способ, не знаю, может ли это быть ну, именно сам. Я, к сожалению, не посмотрел специально отдельно это слово в этимологическом словаре, я цитирую то, что сказано у Фасмера, может быть, есть какое-то отдельное слово, где это не альфа-привативом, ну, да, тут действительно требуется еще дополнительное расследование. Ну, еще правило тропы лешего и звериные, совпадают они или разным. Да, это любопытный момент, я затрудняюсь прокомментировать, но, но Сергей Юрьевич вообще уделяет этому определенное внимание, там есть целый абзац этому посвященный, я это выпустил, но если слушатели обратятся непосредственно к статье, то там будут какие-то дополнительные мысли. у меня собственно сами слайды носят сопроводительный характер, да, значит, это статья, написанная американским антропологом Адерин Маскелье про Нигер в 90-х годах, значит, поле она проводила в маленьком городке под названием Дагандучи, который стоит на вот, собственно, этом самом национальном шоссе-1, которое вы здесь видите, значит, это национальное шоссе, как и большинство вообще дорог в Нигерии, было проложено во времена французской колонизации, при этом, значит, прокладка всех этих дорог сопровождалась, значит, чудовищными жестокостьми со стороны французских колонизаторов, то есть, на строительство дороги местное население по большому счету принудительно сгонялось, они там, значит, там их заставляли и жить, и спать, и все, кто сбегал с этого строительства дороги, они подбежали, собственно, расстрелу, и при этом эти дороги, они не служили интересным основном местному населению, которое занималось основным там сельским хозяйством, а дороги служили для того, чтобы связывать разные колониальные административные центры, как в самой, в самом Нигерии и в других французских колониях или вот в соседних тоже тогда колониальных странах, например, там в Нигерии, которая принадлежала британцам, и при этом, когда все эти дороги прокладывались, то вырубались, они прокладывались по такой саваннообразной местности, которая, я так понимаю, что это довольно устоявшийся термин в русском языке, для нее буш, то есть такой кустарник с деревьями, как вы, собственно, здесь видите, и эти деревья, собственно, они по местным анимистическим представлениям служили домом для разных духов. С духами там, да, сложная система, да, то есть в целом, несмотря на то, что в принципе большинство населения Нигера исповедует ислам, он там такой весьма специфический и переплетен с местными анимистскими верованиями в некий пантеон духов, которые называются Бори, но в целом Бори это общее название для всех духов, а конкретно придороженные духи, они называются искоки, и это духи, они в основном такие довольно кровожадные и требуют себе жертв, да, вот, и эти духи, они, собственно, ассоциируются с дикой природой, с этим диким Бушем, и, собственно, эти духи Буша, они могут быть до той или иной степени, так сказать, одомашнены, то есть, они могут быть включены в пантеон Бори, которые такой более, ну, не общенациональный, а более глобальный, скажем так, на местном уровне, а могут быть включены в какие-то совсем локальные клановые пантеоны, и тогда эти духи и скоки, они более-менее безопасны, но вот, что особенно произошло после колонизации и разрушения места обитания духов, эти духи потеряли свой дом, и тогда они стали, собственно говоря, особенно опасны и кровожадны, да, и этих духов часто относят к разряду существ, которые они называют догула, и это женские духи, и они, собственно, населяли эту местность и до перехода людей. Значит, эти духи, они, собственно, не имеют никакого конкретного материального обличия, и они там сопоставляются и связываются с ветром, и они даже не обязательно как-то проявляются в какой-то взаимой форме, то есть это может быть женщина местная женщина европейская, один из, значит, примеров, на который мы скорее упоминали постоянно, это, возможно, не этот конкретный плакат, но, значит, некий плакат вот этой самой фирмы, которая производила шины, и вот эта вот девушка с плаката, она, значит, тоже стала одним из таких вот духов, иногда эти духи там могут принимать форму скота, грузовика, или какого-то просто движущегося на большой скорости огня, но главный, собственно, их смысл в том, что появляется этот дух и водитель на этой дороге, он пытается на это как-то среагировать, но вот этот дух, он куда-то тут же пропадает, а водитель, собственно, попадает в аварию, и эти аварии в некоторых случаях могут рассматриваться как замещение жертв, которые раньше приносили этим духом, потому что помимо, собственно, колонизации европейской, на все это дело наслаивается исламизация, собственно, нигерам, то есть раньше этим духом уделяли больше внимания и жертвам приносили регулярнее, но после того, как вот в начале 19-го и в конце 18-го века нигер был исламизирован, жертвы стали приносить не так регулярно, и там, в частности, описывается случай одного духа, который раньше жил на рынке, рынок был дальше вот такой европейской дороги и духу приносили больше жертв, но теперь вот значит этот дух, он живет на такой большой асфальсированной европейской дороге и этот дух собирает себе такую, так сказать, кровавую жатву из путников да и да собственно эти духи они, так сказать, опасные в них геев и мусульмане и христиане и собственно один из информантов автора он был местный какой-то значит исламский ученый да и против этих духов различные амулеты они в общем не всегда работают и работают скорее какие-то амулеты которые делают какие-то исламские ученые или какие-то духовные лица да ну да как я сказал что духи иногда могут быть и невидимы вовсе и это могут быть какие-то такие просто звуки или даже их присутствие может распознаваться по каким-то ощущениям страха или того что просто что-то значит здесь не так что-то с ней что-то значит происходит да и собственно для с точки зрения автора статьи вот эти истории о духах они возникают из вот этого значит сложного колониального наследия когда прокладывались эти европейского типа дороги асфальтированные но прокладывались они с применением большого количества насилия и не служили интересам местного населения и на ситуацию современную когда эти дороги означают вроде бы как открытие большого мира для жителей этих всех маленьких городов и деревень и больших возможностей но при этом эти большие возможности они приносят также и большие риски что люди пойдут на заработки в какие-нибудь более крупные города или там допустим в соседнюю Нигерию которая страна побогаче потому что Нигер это вообще одна из беднейших стран мира и там как-то пропадут и окажутся еще на большем дне чем они собственно были да ну и сама собственно дорога она тоже такая в этом смысле речь двойственная потому что она с одной стороны вот ведет к каким-то более крупным городам но с другой стороны на ней постоянно случаются всякие аварии и как вот автор описывает она буквально усеяна значит островами всяких разбившихся машин при этом профессия водителя вот этого значит автобуса который возит этих разных значит людей местных это желанная цель для населения в том числе это догандучи и они все безумно стремятся окончить значит автошколу и получить права да но мне показалось собственно говоря что это такая интерпретация что вот эти все духи они возникают из подобной значит ситуации с одной стороны вот колониарной травмы и с другой стороны словами вот современной ситуации и неоднозначности вообще роли дороги что это объяснение мне не совсем понравилось мне кажется что это больше скорее то что в присутствии вот этих условностей как исторических так и современных происходит что-то с просто с реальностью и как бы грань между так сказать обыденной реальностью и реальностью где существуют эти духи она размывается и собственно главным местом такого размытия служит эта дорога потому что дорога это она инаковая для местного населения то есть как бы до колонизации у местного населения были какие-то другие пути сообщения теперь вот появилась эта европейская дорога которая стала пространством инаковым и пространством таким поограниченным на котором собственно и проявляются все эти вот духи которые собственно они на мой взгляд довольно плавно перетекают вот действительно в какие-то там естественно какие-то просто обычные там происшествия и не зря они собственно сами такие как бы неуловимые и ускользающие и как бы из статьи у меня лично по крайней мере сложилось такое впечатление что вот какая-нибудь там не знаю корова которая действительно перебегает дорогу в темноте ночью а потом значит убегает туда же куда она и пришла и таким образом пропадает с дороги она для местного населения плавно перетекает в корову которая является собственно таким духом да но вот повторюсь что Мескаре рассматривает это в контексте вот пост колониальном где это появление вот словно современности и колониальной травмы и рассматривает дорогу как такое же пограничное место но такое более что ли естественное что называется то есть там в одном из примечаний она ее с дорогой сравнивает например с гостиничными номерами залами ожидания и другими местами где люди могут достаточно долго находиться но они не принадлежат им и как бы они не принадлежат никому то есть они потому что они принадлежат кому-то кто кого здесь нету да ну у меня собственно связи с этой статьей и другими которые здесь вот были в сегодняшнем семинаре родилось некоторое количество мыслей но лучше это наверное я представлю уже в обсуждении да да вот это я пропустил да если вот интересно вот здесь собственно отмечен как раз этот город Дагандучи в котором проводились эти исследования да вот собственно вот это французская скорее часть Африки была здесь уже британская да понимали я вас правильно что если корова перешла дорогу и исчезла то она тоже переменилась то есть не то что она обогатилась или попала в европейский город но она перешла в разверт дупов да ну ну возможно мне мне кажется что это вполне вполне может быть мне кажется что это во многом вопрос на самом деле рамки исследовательской потому что если это рассматривать как бы с точки зрения наличия разных просто пониманий о реальности то да то мы можем наверное сказать что как бы граница здесь прозрачная и коровы переходят в мир духов а если мы рассматриваем как автор с точки зрения постклоняем если мы хотим привнести вот эту историю о травме хотя она несколько раз как бы говорит что если со старыми людьми поговорить то да там значит это все они вам расскажут про то как значит здесь французы что здесь творили когда дорогу строили а молодые люди вам про это не расскажут особенно и если применять такую постколониальную рамку то эти значения они уже как-то куда менее актуальны получаются то есть как бы я опять же к сожалению исследования там не проводил и поэтому сказать не могу но такое мне кажется вполне вполне возможно мне кажется такое его работа посвящена фридическому фольклору и он его преимущественно рассматривает на из личных бесед с туристами у него очень большой список информантов и также он использует альбомы и дневники туристов и я оговорюсь немножко об альбомах основное внимание я уделю мифологическим персонажам но альбомы очень связаны с дорогой альбомы это такое ну буквально альбом который туристы заполняют в течение всего похода там фотографии какие-то песни стихи но что самое интересное в связи с дорогой это то что к настоящей актуальной карте маршрута который они проходят каждый турист сделает какую-то свою карту местности и она не отображает реальную топографию там того маршрута который они проходят это такая эмоциональная карта то есть они изображают довольно такими пиктограммами какие-то для них лично важные точки маршрута там где там была ночевка где там кто-то сломал ногу и эта карта как бы находится рядом с настоящей вот еще ферапонтов очень большое внимание уделил обрядам посвящения мне кажется не стоит наверное об этом сказать да потому что тоже связано с дорогой туристы проводят как бы живут в двух измерениях они проводят одну часть во времени собственно в городе и тогда их какая-то субкультурная принадлежность не проявляется особо вот и они проводят сезон в дороге и им это пространство нужно как-то освоить сделать своим поэтому они во-первых новеньких туристов они вынуждены пройти такую инициацию и само пространство они как-то пытаются себе присвоить они делают какие-то пометки на касках на этих ледорубах на разных предметах быта чтобы как-то одомашнить такую дикую стихию и в рамках этого обряда инициации новичкам рассказывают разные былички в частности в материале который представляет Ферапонтов чаще всего рассказывают мифы о черном альпинисте там сам Ферапонтов защищает слово миф почему он его использует потому что это не просто буличка какая-то а то что рассказывается о рамках ритуала именно в рамках ряда посвящения в принципе у туристов не очень разветвленная какая-то иерархия есть новички которых называют чайниками есть просто туристы есть такие старички то есть уже опытные туристы и четкая грань она есть именно между первыми двумя категориями между чайниками и между просто туристами и вот как чайника собственно посвящают простите пожалуйста давайте я все-таки уточню потому что может быть это не всем ошибиться чайник это не моя терминология дело в том что в туристах есть невозможные это походы в горы это тяжелые сплавы всякие это металтуризм как бы может быть мы люди все культурные у нас в таком кольце нам не очень понятно во кто-то собственно посвящают на самом деле я говорила и подний Советский Союз где очень это движение туристическое было ромборно получают всякие категории туристов и значки туристы СССР и так далее то есть они действительно туризм мыслился именно так это действительно поход в горы это действительно какое-то тяжелое проживание это действительно поиски поисков еды которая была в достаточном дефиците с собой надо нести в количествах или уметь ее где-то выдувать я просто знаю вы к сожалению реальные случаи с людей при употреблении какого-то не того крышка например на нену встречаются и так далее это действительно такая тяжелая праздник он говорил про третью группу что такими старичками называют туристов которым за 35 и у которых уже довольно много пройденных расшутов но вообще граница между просто туристами и старичками довольно условная а вот чайники они очень сильно маркируются вплоть до того что некоторые информанты рассказывали что новичков приравнивали к маденцам и выдавали им соски девочкам розовые мальчикам синие и они должны были до самого этого своего посвящения их носить и сосать вот как проходит вообще реанимизация некоторые информанты рассказывают что это просто был экзамен но как отмечает автор экзамен это был для туристов которые уже постарше то есть когда спортивный туризм зарождался в Советском Союзе такой разветвленной системы посвящения еще не было и человека скорее действительно гоняли по технике безопасности по тому как он ориентируется в горах и насколько он вообще вводен к тому чтобы экстренные ситуации в горах вырыть а вот туристы которые уже более младшего поколения они рассказывали что у них посвящение было в такой шуточной игровой форме что у каждой группы посвящение было свое и некоторые инструкторы допустим отказывались идти в поход с группой у которых посвящение было какое-то неинтересное при этом там были этапы несмотря на то что у всех разное посвящение этапы везде были одинаковые и автор сравнивает это с инициацией по Вангенеру то что сначала новичков отделяют потом их в какое-то испытание проводят для них там допустим один формат рассказывает что их отвели в какую-то темную башню там были какие-то висельники там какие-то огромные висели рюкзаки и их заставляли подниматься по высокой лестнице потом в рот сунули ложку аджики а потом по внешней стороне башни их спускали закрытись на карабине так вот по тросу спускали и когда они спускались им заливали кипяток в рот что после аджики было довольно жестоко и вообще инициация для в рассказах многих информантов это было такое издевательство где человека максимально пытались как-то выбить из калии своего обычного состояния и автор говорит о том что так в принципе с меофитами поступали что они должны были забыть все что было до этого потому что они теперь вступали в совершенно другое состояние и получали какой-то новый статус и не должны были быть такой табула разы из которой сейчас вот эта группа туристов сделает что-то уже новое и в рамках инициации новичкам тоже рассказывали собственно мифы эти былички Пиропонтов делит эту вот прозу туристическую на былички и поверье былички это непосредственно рассказы о встрече с каким-то персонажем а поверье это то что из этих быличек вытекает например самый распространенный рассказ это про черного альпиниста и как он устроен сейчас расскажу там всегда одна и та же почти всегда одна и та же завязка два друга идут в горы и у них там есть разная мотивировка почему они в итоге почему один друг другому оказался недругом чаще всего это ревность они были влюблены в одну девушку и тут один из них сорвался и второй друг подумал я не буду ему помогать пусть он умирает зато мне девушка останется и вот этот вот парень который сорвался он на самом деле выживает и становится черным альпинистом он ходит по горам ищет своего обидчика стремление его убить это очень интересно тут выговаривается он он так-то меняется во всяком случае то есть некоторые информанты говорили что он каким-то образом слепнет а некоторые говорили что он там сильно пострадал но он все равно выжил но он при этом каждый раз когда появляется людям не видно его лица то есть это какая-то полумертвая фигура явно относящаяся к потустороннему какому-то миру но он при этом кажется скорее как обычный человек просто не видно его лица и он не обязательно одет в черное и интересный вопрос почему он черный в таком случае ну вот Ферапонтов говорит что здесь такая цветовая символика что черный это цвет который относится к миру мертвых и он тоже такой то ли мертвый то ли нет поэтому он черный не потому что он постоянно носит черную одежду вот и этим мифом о черном альпинисте новичков которые только что прошли инициацию как бы предупреждают о некоторых правилах вообще того как нужно вести себя в горах в частности сам этот миф говорит о том что нужно всегда помогать товарищу в беде а еще они потом добавляют что поэтому нужно спать головой к выходу в палатке потому что черный альпинист ходит по ночам открывает палатки и смотрит там ли его обидчат если он видит только ноги а голову нет то он тебя вытянет за ноги из палатки и может убить в процессе но на самом деле это тоже довольно ну как как мне из моего опыта кажется это тоже чисто техника безопасности если ты лежишь головой к выходу там лучше вентиляция там больше воздуха и если тебе надо вылезти ты проще это сделаешь если ты головой к выходу лежишь поэтому это ну как мне показалось это просто такой мифологизированный способ научить людей как правильно вести себя в горах часто люди лучше через страх запоминают некоторые вещи поэтому возможно миф этим обуславливается а также среди поверьей феропонтов указывает поверье про дельвейсы почему их нельзя срывать он рассказывает о том что некоторые информанты говорили что каждый дельвейс символизирует душу какого-то человека если ты его срываешь ты кого-то убиваешь соответственно но это тоже почему нельзя срывать инвейс в горах также среди мифологических персонажей вот я сейчас рассказываю про немного переклеила структуру я сначала расскажу про тех персонажей которые феропонтов называет персонажами высшей демонологии а потом немножко скажу про нишу демонологию а также к этим персонажам высшего порядка относится белый спелеолог это персонаж который он действительно белый который обитает в пещерах и это тоже какой-то неупокойный покойник который охраняет пещеру и он это единственный персонаж с которым есть какие-то рамки поведения которые нужно соблюдать иначе ты будешь наказан с черным альпинистом такого нет то есть если он встретится то он может помочь вывести группу из какого-то необходимого маршрута он там скорее какой-то благодетель чем нет он предупреждает может быть туристов о какой-то опасности но каких-то правил того как себя нужно вести с черным альпинистом нет есть один из вариантов этой булички в которой информант рассказывает что черного альпиниста погубили чайники которые не знали как себя вести и они бросили его на погибель но это один из многих вариантов он скорее как считается рапонтов периферий а белый спелеолог как некоторые говорят не любят когда фотографируют в пещере когда мусорят в пещере когда сильно бьют в пещере поэтому он всех нарушающих эти правила столько наказывает также он говорит о таких персонажах как боксанская дева или белая дева этот персонаж довольно зеркален черному альпинисту это та девушка из-за которой все произошло собственно то есть та девушка которую два альпиниста не поделили становится боксанской девой она узнает что как собственно миф про черного альпиниста дальше идет тот выжил и ищет своего обидчика а обидчик сказал девушке что мол он скончался как очень жаль давай жениться но они женились и девушка не знала что на самом деле как бы ее муж виноват в том что тот умер и вот миф об боксанской деве это такая версия где она узнает что действительно это все случилось обманом и она сходит из-за этого с ума и ищет своего разлюбленного в горах про нишу демонологию ферапонтов говорить что это всегда какие-то существа почти всегда животные какого-то характера сами информанты их описывают как таких маленьких обмахнатых зверьков как в звездных войнах как они говорят и они привязаны к каким-то локусам то есть там шубуршанчик он только в палатке обитает там какой-нибудь хрумбряк хрумбряк а потом там какой-то зеленый камнет который сидит в какой-то пещере они очень сильно привязаны к какому-то определенному локусу у каждой группы могут быть какие-то свои персонажи которых они сами выдумывают они это называют это чисто наш прикол как они говорят и это больше похоже на каких-то домовых каких-то духах которые как-то шалят пакостят но не сильно допустим если не покормить какого-нибудь хрумбряка то он украдет фотокамеру у вас а вот персонажи вроде черного альфиниста боксанской девы да озеро боксан в Капардино-Балкарии но при этом она не закреплена за боксаном то есть боксанская дева может обитать дегутно и она единственная из тех персонажей высшего порядка который приводит серапонтов которая не появляется в каком-то телесном виде ее люди описывают как эхо в горах которая заманивает мужчин они идут на этап и больше никогда не появляются а вот другие персонажи например черный альпинист они не привязаны никакому месту они как будто во всем пространстве гор обитают они могут оказаться где угодно и этим они отличаются от шебуршанчиков и шуршавчиков и так далее что еще интересно сказать этих персонажей то что черный альпинист слеп во многих вариантах ферапонтов связывает с тем что это тоже признак принадлежности к иному миру по пропу что это в принципе такой неупокоенный мертвец который все никак не может найти своего обидчика но он при этом не сравнивает это с крестьянскими какими-то буличками верованиями потому что как он говорит в крестьянских буличках и в принципе несказочной прозе нет во-первых мотива ревности и нет мотива мести и что в туристическом фольклоре подобные истории появляются скорее из-за влияния западноевропейской литературы условно какой-нибудь гамлет в дух который ищет своего обидчика вот также черный альпинист не оставляет следов идет всегда один и то что замечают многие информанты у него нет рюкзакаса с собой но у него как они говорят классное снаряжение но рюкзака нет вот пожалуй это все что я могу сказать я просто хотел продолго то что это сказать бросил со своим докладом про какую-то вот по граничность что дорога это получается в целом какая-то такая одно из инструментов который вот вводит человека в такое состояние где вот эти границы между так сказать обыденной реальности и той где вот есть эти какие-то духи она размывается то есть там туристы они куда-то идут по маршруту и там именно появляются всякие черные ампинисты и вот прочее или вот эти духи какие-то опасные именно там ими в Нигее особенно изобилует дорога да и при этом эта дорога она должна быть как-то отличаться от обычной для людей дороги чтобы собственно вызывать вот этот вот вход в это состояние так сказать размыва реальности потому что вот если вспомним например вот просто есть одна из средневековых историй о том как значит некий пресс-витер повстречал воинство непрекаянных грешников он его повстречал не на обычной дороге а когда он решил значит срезать путь через поля то есть и пойти по какой-то тропе то есть это какая-то была дорога необычная как необычно собственно для туристов вот какие-то маршруты в горах потому что ну они так сказать большую часть жизни они наверное передвигаются по каким-то более стандартным дорогам и как необычно для жителей Нигера вот эта вот дорога европейская что у них существовали какие-то значит до европейцев свои другие дороги которые были как по-другому устроены и полегали в каких-то других местах да и с другой и с другой стороны мне кажется что эта дорога она действительно может в целом вообще как это может более метафорическом уже значение формировать что-ли персонажа потому что например потому что например допустим Гильгамеш он характеризуется в частности как тот кто ходил в дальний путь но устал и смирился и Одиссей он тоже собственно должен если вспомнить то что там говорит ему в 11 песне Терресий он доедет до Итаки но потом он должен совершить это вроде бы не имеющий прямого смысла как возвращение домой на Итаку странствия к людям которые не знают соли и только тогда собственно закончится его странствия только тогда он получается как-то исполнится так сказать как персонаж Я хотел с опозданием ответить на два вопроса Нины Владимировны один вопрос был я напомню про связь Лешего следа и Звериной тропы я тогда прочитаю просто то что пишет Ник Людов тут немного сейчас сравнение Лешего следа со звериной тропой не случайно скорее всего именно она послужила образцом при возникновении данного понятия здесь же вероятно в наиболее архаическом выражении обнаруживаются посессивные характеристики подобной тропы то есть отражающие отношения принадлежности объекта след принадлежит зверю оставившему его и это чрезвычайно актуальное для любого охотника знание есть одно из древнейших знаний человека не исключено что сама идея принадлежности дороги тропы тому кто ее проложил и или регулярно использует также формирует представление о чужой и своей дороге сравнив заговоре герой выходит в леса на свой путь в лукоморье на свою тропу чужой дорогой по определению является дорога Лешего на чужую дорогу легли из Зиновьева это что касается первого вопроса а второй вопрос про который попутно возник про связь слова тропа и древнегреческого возможно соответственно слова там дело в том что это слово атропос оно с корни с альфой то есть это другое слово не связанное с тропосом я его нашел оно действительно очень странное и в рамках греческого тоже изолированное я сейчас в чат просто скину скриншот этимологической статьи Бекеса на эту тему вот ну и он тоже пишет про возможную связь с тропой то есть это какое-то общее место не только у фасмера но опять же повторюсь надо еще смотреть это не троп не атропос а другое слово да 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 с альфой атропос да какое-то видимо атропос ага альфа после р да да а слышно было как атропос да понятно просто атропос да понятно хорошо я уже поняла что тропа звериная похожа на тропу лешего и поэтому можно сбиться да можно попасть вместо звериной тропы на тропу лешего но я хотела если можно если мы уже к вам так сказать обратиться обратились сказать вот что вы говорили что вот этот понтифик и соответствующее санкфридское слово что оно скорее речь идет не о строительстве моста не о пролагании пути а про какому-то пути к Богу и поэтому это жреческая роль но может быть ситуация несколько другая я когда вы говорите вот в частности цитируя Неклюдова о том что у каждого своя тропа и какую-то первую тропу проложил кто-то один неизвестный да это тоже по-моему Неклюдова говорится то здесь вспоминаются австралийцы с их дорогами предков которые продолжили проложили предки которые нужно знать вот эти тропки полинезийские танцы которые которые когда-то видела ролик это танец одновременно путешествие такое сложное по по острову в молчании который воспроизводит переход ну путешествие предков которые прибыли на этот остров когда-то и видимо воспроизводят их какой-то путь и по морю и по суше это их дорога их путь поэтому возможно вот эти первопроходцы для древних людей это их предки проложившие какие-то пути либо в данное место где сейчас живут либо пути не знаю к воде к источникам пищи к чему-то такому то есть действительно пролагатель путей что не мешает впоследствии этому метафоризироваться как проложение проложить путь к Богу и получить метафорическое значение но если говорить о понтификсе римском то там довольно много есть обрядов которые с мостами связаны и с мостостроением связаны специальные обряды есть жертвы при строительстве мостов такие же жертвы как при строительстве каких-то важных сооружений потому что мост это преодоление преграды и речка может мыслиться как преодоление преграды между как бы мирами поэтому я думаю что самое раннее представление о делателе пути это может быть вот наши предки так же как у австралийцев которые протоптали вот эти тропинки а затем там где это ну там где это стало мостом тоже путем через реку уже появляется переосмысленность понтификса как жреца связанного с мостом вот ну это вот такие такие соображения по поводу вашего доклада а меня в докладе Ильи очень взволновало то что эти ветры долгого если я правильно говорю что они существовали до появления людей и были ветрами вот это это идея что духи это ветры мы ведь слушали может быть вы или я слушали Людмилу Михайловну Ермакову про то что там вот духи это огромное количество духов это ветры разные и это как-то даже ну как сказать ну если не объясняет то несколько подкрепляет то что мы называем кого не попадет духами потому что для представления о невидимом но сильно действующем толкающим срывающим уносящим ласкающим несущим грозу снег или или песок то есть непонятно откуда пребывающим внезапно без всякого так сказать предупреждения и сильно действующий но невидимая сила для формирования представления о действующем и ином существе ветер очень подходящий так сказать носитель тем более что такой ветер есть у нас внутри мы можем выдохнуть это будет такой маленький маленький ветер и дальше посмотрите вот тот кто очень быстро мчится ветер это в природе я думаю самое быстрое движение которое может наблюдать человек быстро как ветер говорят летел как ветер быстрее ветра в такой природе ничего нет и вот эти грузовики которые мчатся как ветер да они получают получают признаки ветра и следовательно признак духа пока он едет медленно он не дух когда он несется очень быстро он становится ветром и вот аварии это замещение жертв это вот ну это 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 очень интересно принесение жертвы духу вот этой скорости хотя вероятно действительно постколониальный момент очень здесь важен превращение добрых духов в злых да то есть их разорили с ними неправильно обращались урочище как-то разрушили и теперь они стали злыми но в целом отношение к духам которых можно переводить из одной категории в другую так сказать из Ирине в Эвменид условно говоря оно оно существует повсеместно да то есть скорее люди старались переводить духов злых в духов добрых но если они неправильно с ними обращаются они могут стать вредителями кроме того меня в этом в этом докладе заинтересовало сходство если помните мы начали с этой самой римской дороги которая вторглась в в Британию совершенно другой цивилизационной сказать ауры она большая она широкая она устроенная и она идет еще от холма неолитического холма и этот момент пейзажа породил эта дорога стала порождать сюжет по этой дороге должны ходить другие существа не такие как мы и там появилась вот эта жена кузнеца которая ведет к гигантской корове которая дает там 100 литров ну такая или что-то в этом роде то есть она породила эту историю ее вторжение было тоже своего рода колониальным потому что римляне территорию колонизовали построили там не шоссе асфальтовое а вот эту свою каменную дорогу с метами и она как вторжение в ландшафт запустила запустила мифотворческий мифотворческий так сказать вот а к Милиному докладу у меня вопрос такой как вы понимаете мы видим в этих историях довольно ну легко опознаваемые образы и символы да которые ложатся на фольклорно мифологическую сетку люди которые это создавали они имеют эти образы внутри себя не потому ведь что они изучали какую-нибудь фольклор и мифологию да то есть они присутствуют в нашем сознании просто так да без без так так ли это с вашей точки зрения вот или нет ну думаю скорее так и ферапонтов тоже говорит что несмотря на то что он считает что туристы больше вдохновлялись западной европейской литературой чем крестьянскими фольклорными там бульдинами но все равно вот в том что они сочиняют есть какие-то архаические слои которые ну как будто бы присущи человеку в принципе его сознание мне вообще пока я читала очень часто вспоминался проп с описаниями именно того как уходит депонциация тем что человек в процессе как будто бы умирает и когда они туристы несмотря на то что они все по-своему сочиняли этот обряд они все буквально эту пробовскую схему как-то внедряли то есть все человека отделяли там некоторых в пещеру спускали где они там должны были находиться какое-то время потом они туда выходили уже обновленными и они может быть пропа не читали и фольклором не занимаются но это все равно на какой-то подкорке видимо сидит у людей ну я думаю что инициационные схемы настолько удобные всеобщие что она она же присутствует так или иначе в жизни бесконечно только не не так чтобы это переход был от детского возраста к взрослому а потом значит к брачному а потом на тот цвет а все эти переходы ну локальные да как посвящение в первокурсники там или первоклассники и и приятия в комсомолок или что-нибудь и еще то есть любое сообщество которое в себя принимает оно подвергает какому-то испытанию поэтому с инициационной схемой в локальном варианте не с шаманским посвящением так с комсомольским всех так или иначе знаком я хочу сказать что насколько я помню я мало конечно застала советской историей в своей жизни но я помню что вообще вот эти все инициационные ритуалы они очень были популярны то есть хотя бы вот эти все ночи специальные или как там была вот ночь я не помню как она называлась в лагере когда всех пастой мазали обязательно и когда и день Нептуна королевская ночь спасибо Наташа и в принципе вот действительно такие ритуалы инициационные и схемы этих ритуалов они так или иначе постоянно в жизни воспроизводились ну и в приеме конечно и в приеме в октябряты и в приеме в пионеры и потом там и так далее всякие разные формы там уже да всякие награды там за опять же походы кстати говоря вот это все очень интенсивно в жизни присутствовало видимо потому что это очень необходимо вообще человеку для того чтобы как-то развиваться да и размечать перед собой пространство да и вообще понимать кто он есть я хотела на то обратить внимание да вот Нина Владимировна сказала как раз про эти самые тропы которые проложили предки да у австралийцев вот что исследования как раз такие постколониального в постколониальном стиле сделанные они фиксируют некоторое противостояние разных типов дорог и вот это интересно да что дороги как раз ничейные как бы да то есть те которые вот имеют сакральный статус те которые были проложены действительно предками или которые каким-то образом откуда-то возникли в силу какого-то катаклизма там геофизического да и они у них есть определенный статус да и например когда священные процессии очень распространенные в принципе в сельских общинах да и в городских на самом деле тоже до сих пор там городов типа Нина на Сицилии например да вот эти сельские общины когда они справляют свою свадьбу или когда они похороны устраивают то есть когда они участвуют в ритуалах предполагающих некое длительное шествие да вот исследователь Пиня Кабрал на которого ссылается кстати это Аделин Маскелье вот у него в работе это есть как раз прослежен вот этот переход постепенный да уже в обычаях самих сельских жителей Португалии от использования только сакральных пешеходных дорог в этих процессиях к использованию дорог тех которые раньше считались профанными то есть шоссейных дорог собственно проложенных кем там государством или корпорациями да то есть эти изначально дорога проложенная вот такая модернная дорога да она не считалась подлежащей использованию в ритуальных целях то есть по ней не может идти ни похоронная процессия ни свадебная да а впоследствии то есть изначально это было так но к концу 20 века ситуация изменилась и эти дороги вполне стали для этих целей уже использоваться то есть как бы сами вместе с тем да получается что сами эти процессии да сами эти ритуалы частью которых являются процессии они может быть как-то профанируются теряют прежний свой смысл для этих самых жителей местных да по поводу пространственно-временного так сказать ресурса это может так сказать такой случай совсем периферийный и экзотический но в общем одна американская исследовательница антрополог Сьюзан Лепсельтер она значит исследует феномен собственно говоря НЛО и значит в одной из ее локаций где она проводила исследования это значит город который находится на шоссе и причем на таком шоссе где собственно других городов особенно нет то есть и все люди они как бы скорее через этот город проезжают да и основной собственно значит источник дохода для населения этого города это кафе значит которое специализируется на приеме и кемпинг которое занимается тем что принимает разных людей которых по значит там некоторым причинам в этот регион привлекают эти самые значит летающие тарелки и вот некоторые из этих обитателей этого городка которые тоже такие можно сказать путники потому что это чаще всего люди которые с такой сложной судьбой которые значит мотались там по всей Америке до этого и здесь они как бы тоже не свои в этом значит маленьком городке да и некоторые из этих людей они как бы говорили это значит Лепсель то что вы знаете а вообще-то я там инопланетянин или мой отец инопланетянин и вот что там мой мир или мир моего отца там планета она уже значит больше ее нету ее все тоже загадили и вот теперь я на земле землю тоже скоро все загадит и я отправлюсь куда-нибудь дальше то есть мне кажется что вот у таких вот путешественников как она описывает у них есть пространственно временной ресурс да и возможно в каком-то более традиционном файклоре тоже есть пространство временной ресурс у путешественников да как да как например у разных мне кажется непрекаянных вот воинств там не знаю или у вечного вечного жида у которого собственно временной ресурса до второго путешествия да то есть мне кажется что это вполне себе может быть я согласна с временным ресурсом но если кто-то скитается и ему как говорится негде преклонить голову то у него пространственного ресурса нет временной есть если он до второго путешествия будет скитаться но пространственного нет ресурса он странник он чужой везде мне так кажется что к играль по чему Продолжение следует...